Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю цикл своих роликов о моей поездке в Россию. И это в этот раз будет моя поездка в Мураново. Ее для меня организовали очень замечательные люди. Это мои подписчики, это Александр и Маргарита. Они здесь тоже в ролике будут, они представятся. Я им хочу выразить огромнейшую благодарность за то время, которое они мне уделили. Они даже и не смогли уделить мне столько времени, сколько у них это было в планах. Только из-за того, что у меня график был очень плотный, в общем-то. И в Питер надо было съездить, и в Крыму много времени ушло. Ну, это же не моя последняя поездка в Россию, поэтому все еще можно наверстать. А этим двум замечательным людям огромное спасибо за то, что они мне показали такие достопримечательности, исторические места нашей Родины. Это Мураново усадьба Федора Ивановича Тютчева. И в этот же день мы съездили еще в один храм. Ну, там я особенно не снимал, а вот в Сергеев Посад, в Сергеев Посад, там я тоже снял. Но это будет отдельный ролик, он выйдет следом за этим роликом. Просто я его еще не подготовил, я разделил эту поездку, в общем-то, на две части. Ну, то есть, одна часть это Мураново, а вторая часть это, значит, уже будет Сергеев Посад. Ну, и так, предлагаю вашему вниманию вот эту мою так называемую экскурсию. В ходе этой экскурсии я, возможно, что-то буду пояснять, ну, это будет голос за кадром, скорее всего. Итак, смотрим. Здравствуйте. Мы привели сюда нашего хорошего человека, заботливого о России. Ну, вы представьтесь, представьтесь, чтобы вы знали уже с мусором. Да, да. Шфак, Александр и Маргарита. Мы привезли нашего друга в самые прекрасные места, где творилась литературная история, где жили знаменитые люди, где тютел. Сам же умом Россию не понять. И показать самое красивое, что тут у нас есть для Миши, чтобы он это посмотрел, и чтобы осталась прекрасная память о России, о сердце России, о людях прекрасных, и в святых источниках, о церквях. И еще мы посмотрим, что там внутри находится. Все, спасибо большое вам, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Книша, может, мы туда спустимся, оттуда? Ну, эти холмы оттуда не так видны. А, я понял, именно сам пиздак. Это мы приехали в музей-усадьбу Тютчево. О крае родной из такого вовчения. Мир не видал с первоначальных дней. Велика знать, вруч свое значение. Музай, состоит кипись и одолеть. Интересно. А здесь можно и тут греть, конечно. Что написано? А тут тоже какая-то купили. И здесь тоже доводишь. На этом святом источнике в старину была воздвинута малая часовня. Из храма спасения рукотворного усадьбу Муанова в это святое место наши предки совершали праздничные крестные ходы и служили здесь водосвятные молебны. Умом Россию не понять, а шинам общим не измерить. У нее особенная страсть. У нее особенная страсть в России можно только верить. Мы видим, как измывают звонки. Поначевать можно. Экскурсия по двум этажам 11.00 А теперь обратите внимание Башня Сини Заходите внутрь Вот крылечка За 5 минут до указанного времени Одеваете бахилы Пожалуйста Требования масок Это на всей территории усадьбы? Нет, только в доме На территорию можно ходить Вот, пожалуйста, здесь написано Пенсионер Идите 2 полной билетика Идите Я сейчас погоди Ну что тут пишут Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! То есть тут жил Федор Иванович Тютчев Ну я вижу К его оригинальному дому Еще пристройки были Более современные Наверное Да Да, они там сейчас Сейчас будут рассказывать Что там там было Потому что это Деревянные Да, да Угу Угу. Тут где-то в углу баня должна была стоять, которое планируется восстановить, но это сооружение не очень похоже на помещение бани, больше ларек какой-то. Да, больше на ларек похоже, где баня тут была, по карте в этом месте где-то, но не видно. Розовые кусты. Розовые кусты. Здесь что у нас? Какая-то избушечка. Что на ней написано? Компания «Симонс» приняла участие в восстановлении… Мазея усадьбы Муранова 11 сентября 2009 года. Компания «ТНК» оказала поддержку в восстановлении… Ага. А что это за осторожка, это надо будет посмотреть. Ледник, наверное, какой-нибудь. Вообще, очень оригинально сделано, покосившиеся окна. А что там внутри, непонятно. Да, наверное, ледник, похоже на какую-то кладовочку. На какую-то кладовочку похоже. И вот они все, что картину ему дарили, все собрали сюда. Это его сын все вот это же было. И когда советский власть пришла, ну, чтобы не разграбили, и вот он сделал мультик. Высокие деревья здесь. Да. Так это часовня, колокольня, вернее, колокольня. А сам? А сам этот храм я вижу под реставрацией сейчас. Да. А вот это похоронены тут. Ну, наверное, настоятели этой церквушки. Да. Как обычно, они хоронятся на территории храма. Это все ворота, которые подъезжали не с той стороны, что закрыли. Мураново. Путь к музею. 1 августа. 4 октября. Ага. 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 Стены скрепили металлическими. Лиса. Нет, леса лесами, а стены скреплены металлическими уголками. Стяжки стоят, чтобы не развалилось ничего. Я так понял, кладка здесь оригинальная. То есть, в плане, что сохранившиеся с момента постройки. Тут двойное помещение, там я вижу шторки и окошко открыто, значит кто-то обитает. Церковь во имя Спаса Нерукотворного построена Иваном Федоровичем Ключевым в 1878 году на основе каменного амбара 18 века. Архитектор Збуржевский. Церковь освящена 17 декабря 1878 года. Предназначалась для пользования семьи Путят Тютчевых. И на английском языке перевод. Крам открыт. Ключи торчат снаружи замка. А? Церковь, говорю. Ну, если можно. Можно, сейчас и будет. Все, ребят. Алло! Уча-то! Да, на них можно будет присаживаться, не стесняйтесь, а путь по двум этажам составит час двадцать, час тридцать, поэтому набирайтесь терпения. Итак, 1816 год Екатерина Петровна Энгельгард, дочь известного московского богача Петра Татищева, супруга отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгарда. Покупает здесь имение за сорок тысяч рублей. Дом Энгельгардов первых владельцев не сохранился. Он находился чуть-чуть представлен на французском языке. Это понятно, ведь первым языком вообще не был язык французский. Но давайте вернемся к вопросу, а почему же книг самого Федора Тиучева из его личной библиотеки до нас дошло столь немного? На самом деле он книгу ценил, любил, всегда считал лучшим подарком. Дарил ее детям, дарил знакомым, а сам читал запоем дважды в день, утром и вечером. Причем у него была хорошая память, и будучи уже пожилым человеком в преклонном возрасте, он мог дословно цитировать любую цитату на том языке. А мы зашли с вами в парадную столуху, и со времен Баратынского остался крупный стол, который в семье назывался сороконожка. На самом деле у стола 14 ножек, они имеют колесики, стол раздвигался. За него одновременно садилось 20 человек. 20 человек, две ноги, 20 на 2, 40, отсюда и название сороконожка. Сотница императорского фарфорового завода, величественно красуется на подставке. У нас эта подставка чисто декоративного характера. Подобные подставки использовались ранее для подогрева первых блюд супов. А вниз же вы видите часы английской фермы «УАК». В свое время Екатерина Великой выписала большую партию этих часов из-за границы. Они быстро распространялись по дворянским семьям. Часы находятся в рабочем состоянии, отстают на 5 минут и сдают приятный мелодичный звон. Флэш колонны прячут в самую большую и самую красивую комнату. Это большая парадная гостиная, где гости отдыхали, где они веселились. Вот в северной части Эрхера устраивались домашние спектакли легкого водовильного характера. Перед вами музыкальный инструмент 19 века. Хаммер-клавир. В переводе с немецкого означает молоточек. Чем-то напоминает массивный стол. Но это музыкальный инструмент, который до сих пор находится в рабочем состоянии. Каминный экран. Вышивка сделана руками Анастины Федоровны Кютчевой. Ее же вышивку видите напротив. Диван-крапо. В переводе с французского означает «жаба». И дамы в пышных платьях присаживались на этот диван. Для удобства выдвигалась полочка для ног. По бокам поднимались еще две полочки. А в углу напротив напольная лампа 19 века. Большая редкость на сегодняшний момент. Она имеет два резервуара. Один для масла, другой для керосина. Впоследствии один из резервуаров будет запарен. У стены стоит ломберный столик, за которыми мужчины могли играть в карты. Шажочек сделаем от ковра. Столик 19 века. Работа итальянских мастеров, где вы видите виды Рима. Но это не роспись по камню, а римская микромозаика, которая сделана из мельчайших частиц непрозрачного цветного стекла смальты. Мастер с помощью пинцета вручную укладывал каждый кусочек, подбирал его по цвету, форме и оттенку. Все это полировалось, покрывалось лаком. Получалось вот такое великолепие. Парадные портреты украшают стены. Самый большой и самый старый портрет вы видите по центру. Он датирован Петровской эпохой. На нем изображен нефетникич Кудрявцев, прапрадед Анастасии Софьи Львовны Энгельгард. Служил под знаменами Петра Первого. Внизу небольшая пастель. Изображено семейство Энгельгардов, первых владельцев, как раз на момент покупки имения. 1816 год. Художник Борду. Давайте вспоминать. Лев Николаевич, его супруга Екатерина Петровна, сын Петр, не мог унаследовать владение отца, был душевно больным. Девочка с корзиночкой Анастасия Львовна, в замужестве в рабочий кабинет, любил работать в тишине и в полумраке. Для себя мы этот кабинет называем кабинетом двух поэтов. Евгения Абрамовича Боротынского и Федора Ивановича Тюльчева. Двух поэтов, которые жили в одно время и служили одной музе поэзии. Рабочий стол поэта. Сделан он был местными мурановскими мастерами по его собственным чертежам. Он придумал вот такую конторочку, она ставилась на крышку стола, поэт работал стоя, ноги уставали, опускал, работал сидя. Певец перов и грусти томный, как напишет о нем Александр Сергеевич Пушкин, друг. Портрет друга Пушкина всегда находился над столом Боротынского. Это подарок, который сделает ему друг по службе Дэнни. Ведь свою воинскую службу Поротынский начнет в возрасте 19 лет, в звании рядового солдата. И только в 25 лет он получит право носить офицер. Проводит большой гостиной, прошли с вами в малую зеленую гостиную, где сам свет говорит за себя. Вот она, Дарья Ивановна Тючева. Здесь она в пожилом возрасте, в замужестве будет с Ушковой. Портрет выполнен художником Макарова. Рядом у нее супруг Николай Васильевич Сушков. Портрет выполнен художником Тропининым. Это один из лучших портретов художника. Поэт и драматург своего времени. Может быть, не такой известен. Известный, но он писал приличные стихи. В Москве содержал литературную гостиную, который бывал сам Федор Тючев, бывал и Лев Николаевич Толстой, который приходил полюбоваться на Екатерину Федоровну Тючеву, младшую дочь поэта, от первого брака. С Ушковой взяли ее к себе на воспитание. Но вот на чувства льва Николаевича Екатерина не ответила взаимностью. Цветок. Это приданная субъемковная эльгарб, а стул с деревянной крупной спинкой, чисто женский стул. Он не имеет боковых бортиков. Дамы присаживались на такой стул и платье спадало по бокам. Здесь, в голубой гостиной, дама могла себя привести в порядок, посмотриться в зеркало 18 века, напротив зеркала 19 века, где дама видела себя в полный рост. Множество вещей, которые необходимы, были в дамском обекоде. Вот эта шкатулка выполнена архангельскими мастерами из моржовой кости. А на крышке вы видите виды Финляндии. Именно в Финляндии начнёт свою воинскую службу Евгений Абрамович Боротынский. Дамские сердца были тайно влюблены в литературных героев. Вряд, который имеет вытянутую форму, сразу настраивал на гостеприимство. В стекло добавлено алебастра, поэтому такой рассеивающий свет. А мы по этой лестнице сейчас поднимемся с вами на второй этаж. Проходите, пожалуйста. Комната, называем мы её Гугольской. В 1849 году здесь останавливался Николай Васильевич Гуголь всего на одну ночь. Сохранилось вот этот диван-кропло для дневного отдыха и кресло. Диван не предназначен для ночного отдыха, только для дневного. Он не раскладывается. Но мужчина здесь чувствовал себя вольготно. Мог себе позволить сесть на этот диван с ногами по-турецки. Мы прошли с вами в Аксаковскую комнату Иван Сергеевич Аксаков. Сын Сергея Тимофеевича Аксакова, супруг Анны Фёдоровны Тюнчевой. Это дочь поэта от первого брака. И после его смерти Анна Фёдоровна привезёт сюда обстановку рабочего кабинета Иван Сергеевича супружеской жизни. Но в скором времени скончается. Это будет 1886 год. А Анна Фёдоровна оставит эту папку как добрую память о супруге. По пепельнице можем с вами судить, что он мало курил. А по чернильному набору много работы. Привопись, фарфор, книги. Вот эти четыре работы виды Италии. Братынский специально выбирал для украшения этого дома. Сюда их привезёт уже его вдова Анастасия Вовна. Интересная нижняя работа называется «Вилла реалий». С ней будут связаны печальные события. Именно в стенах этой светлой виллы в 1844 году скончается Евгений Абрамович Братынский в возрасте 44 лет от разрыва сердца. Вот видите, сам отбирал работы. Мы находимся с вами в кабинете Николая Ивановича Тютчева, нашего первого директора. И вот она работа Михаила Васильевича Нестерова. Здесь уже брат отдельно от сестры изображён. Причём изобразил он его необычно, как директора и как хозяина. Как хозяину он свободно пользуется вещами, мемориальными вещами. Кресло мы видели с вами в библиотеке, ширму в Аксаковской комнате. А вот этот соусник в форме лебедя – это мануфактура Мэйсона. Парфоровый завод Мэйсона. Этот соусник он использует как обычную пепельницу. А вот на этой фотографии он за год до своей смерти, 1948 год, больной, старенький, уже сидит в обстановке рабочего кабинета. Посмотрите, ведь вещи фактически все находятся на своих местах. Только диван у нас частично на реставрации. И нет этого коврика, который на ширине, да? На стене коллекция живописи, собранная Николаем Ивановичем. Он же был прекрасным коллекционером. Княгиня Рюмина, художник Теребенев, Гау, Виты Крыма, Дюден, Морской пейзаж, Дмитриев Мамонов, родовое имение Мара Боротынских, а сверху коллекционер 19 века Карабанов. Портрет выполнен художником Тончи. Такая кухня, очень много кастрюль, по виду медная и алюминиевая. А вот это, формочки, это мороженец. Видите, это мороженец. Туда добавляли мороженое, сироп и ставили блюд. Вынимать получалось мороженое. А вот это термос наверху. А это для того, чтобы подавалось теплый соус, ее делать, чай подавали на стол, чтобы было тепло. И вот здесь вот поджигали. Это к электромясорубке, да? Это мясорубка есть, у кого выжималка, кофемолка, самовар. Ну и шутку вот. Все то, чем пользовались в то время. Все равно и все из этого дома. Ну, в общем, такая вот у нас получилась экскурсия. Не судите строго, так сказать. Буквально на днях я подготовлю ролик о поездке в Сергий Ф. Посад. Там будет тоже очень интересно. Старинные храмы, могилы Бориса семьи Годуновых. В общем, очень интересная экскурсия тоже была. Ну, а я заканчиваю. Всем привет и всем пока.